Несанкционированная торговля поддерживается многими потребителями, поскольку она предлагает более выгодные цены. Но на самом деле такая деятельность связана с целым комплексом нарушений. Борьба с такими торговыми точками ведется в московском районе столицы Чувашии практически ежедневно. За 10 месяцев текущего года было составлено более 250 протоколов об административном правонарушении. На сегодня мы в свой адрес слышим и видим то, что граждане говорят о том, что данные мероприятия, так скажем, ущемляют как-то этих продавцов. О том, что продавцы зарабатывают сейчас как могут, торгуя на улице. Но мы в свою очередь хотим сказать, что мы их штрафуем не за то, чем они занимаются, а штрафуем за то, чем они занимаются. Вот в неустановленном месте конкретно. Уличные продавцы предлагают разнообразные товары. От продуктов питания до челочно-носочных изделий. Однако тот, кто торгует без соответствующего разрешения, должен будет заплатить штраф. Для данных нелегальных продавцов предусмотрены штрафы в размере от 1000 до 2000 рублей. Включая предупреждение, это если правонарушитель попался в первый раз. Если же протокол составлен повторно, то ему грозит штраф в размере от 2000 рублей до 5000 рублей. Кстати, продавать сельхозпродукцию можно совершенно законно, в специально отведенных для этого местах. Так что горожане всегда смогут приобрести домашнее варенье, овощи и фрукты с грядки. А вот покупать что-то на мелких несанкционированных торговых точках все-таки не стоит. Разочарование от плохого качества товара пролится дольше, чем радость от низкой цены. Елена Яковлева, Евгений Дмитриев, Жизнь столицы.